За долгие века жизни в суровых северных условиях лесные немцы научились изготавливать уникальную одежду, защищающую от снега, ветра, холода, дождя. Традиционная одежда на севере изготавливается из меха и кожи. В фонда Губкинского музея освоения севера хранится Малица, которая представляет из себя глухую без разреза верхнюю одежду, шитую из оленей шкур мехом вовнутрь. По покрою она напоминает просторную длинную рубаху до колен. По традиции переднее полотнище несколько короче заднего. Также Малица имеет пришивной капюшон, заменяющий мужчине шапку. По краю продета тесемка, с помощью которой можно сужать или расширять отверстие, обрамляющее лицо. По подолу Малицы пришита опушка. В качестве дополнительной отделки над опушкой пришита три полоски сукна красного, желтого и зеленого цвета. Отличительной особенностью Малицы лесных немцев является наличие шва спереди, который обычно отделывается полоской сукна. К рукавам наглухо пришиты рукавицы из камуса, мехом наружу. На запястье выше ладони они имеют прорезь, необходимую для того, чтобы можно было освободить руки от рукавиц при необходимости. Использование оленьего меха для пошива верхней одежды обусловлено его прекрасными теплозащитными свойствами. Малицу, сшитую мехом внутрь, надевают на голое тело. Длинный полый внутри волос оленьего меха при контакте с кожей человека создает особый микроклимат. Оленьий мех способен впитывать лишнюю влагу и очищать кожу от загрязнений. Для сохранения внешнего вида поверх Малицы носят маличную рубаху. Ее шьют без капюшона, из сукна или другой плотной ткани различных расцветок. В гардеробе немца обычно 3-4 Малицы на все случаи жизни. К одежде относятся бережно, ведь создается она вручную и требует немало времени и старания.